2020 год завершен. Он у нас был ознаменован 75-летием Победы. И учитывая даже всю вот эту коронавирусную пандемию, сдерживающие факторы, все равно все мероприятия онлайн, не онлайн были проведены. Они проведены с очень большим, скажем так, и размахом, и большим участием граждан Российской Федерации. Патриотические часы и акции в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» продолжаются и в году текущем. По традиции их проводят к 23 февраля, 9 мая и 22 июня. Кроме того, сейчас единороссы планируют сделать полный реестр героев России, которые проживают или ранее проживали на территории Одинцовского округа. Основная задача – увековечивание их памяти. Биографии героев в скором времени появятся на информационных стендах в школах округа. Мы хотим историю этих людей, их подвиги. Герои – это не просто недалеко дать. Это реально героические поступки. Мы историю этих людей будем предлагать широкому вниманию этой жителям и в школах, и общественности. Один из героев России – полковник полиции Александр Головашкин, который родился и вырос в Ликино. В планах партийцев – содействие в установке мемориальной доски с информацией о таком достойном ученике в Ликинской школе. А школьники Одинцовского округа, увлекающиеся историей, смогут принять участие во Всероссийской исторической интеллектуальной онлайн-игре «14-18». Она состоится 17 марта. Командам предстоит, используя метод мозгового штурма, ответить на 10 общефедеральных и 10 региональных вопросов на тему Великой Отечественной войны. Мы приглашаем всех ребят в этом участвовать. При этом я вот для себя считаю, что это не просто соревнования, но это очень полезно, потому что, чтобы подготовиться к такому серьезному соревнованию, нужно еще и вспомнить многое, или почитать книжки, нужно посмотреть. Поэтому я желаю всем ребятам, чтобы они приняли участие, ну и победы, конечно. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».